приветствую друзья в игру ввели новый турнир мне кстати он нравится хорошая задумка я отыграл несколько раз в тестовом режиме не всегда дают сильных игроков я не очень много попыток сделал вот поэтому особо опыт в этом турнире нет но у меня конечно есть и свои мыслишки вот во-первых турнир хороший был введен другой тестовый турнир где вот начинает отстраиваться у ботов ловая прокачка и мне если честно этот турнир не понравился в нем я отыграл много попыток больше десяти и разных мне игроков давали с прокачкой с без совсем слабых конфа сапра вот и однажды мне дали один бой где играл против сопротивления жесткого хочу сказать сопротивление может быть ранга не знаю может не 16 может быть 15 должны понимать что такие бои невозможно отыграть где-либо кроме как тестового турнира так как ну потому что таким образом скажем так игроки в турнире конечно же не играют планы как тестовом вот мне не понравилось то что фулловый бот то есть его надо выбивать сразу я всегда так делал сразу вбивал его и не парился дальше уже было полегче разобраться со вторым оппонентом который обычно ну чаще выходил из детства вот но здесь я понял что несмотря на то что командные очки у меня преимущество в ресурсах так как карту плюс-минус я получше все-таки разведал у меня есть бот который поставляет мне юниты мне было очень тяжело играть против данного ранга потому что мои броники против броника оппонента они просто сыпались мы и 3 броненосца с трудом удерживали там два броника моего оппонента ну естественно все было на фулл голде то есть этот турнир был явно не совсем подходящий для нашей игры так как ну нереально было выиграть противника более высокого ранга смотрим что означает каждый флаг внимательно читаем на в этом турнире нужно не удерживать флаги нужно выбить базу оппонента вот но конечно без флагов это сделать будет невозможно скорее всего невозможно но я даже уверен что это нереально хорош турнир тем что он создает mid game то есть он заставляет вас играть более-менее начальными юнитами есть в этом смысл хотя в любом случае думаю в топе даже на таких картах кто-то будет по-любому выходить не знаю масса в этом или тот же луч они совсем хорошо на карте есть море него выйти ну я сказал что очень некомфортно море конечно близко находится строй двора хватает но здесь я поставился не совсем правильно вот и чтобы выглядеть конечно надо держать флаги вот либо либо может быть исключительно редких случаях вас допустим задавить море либо авиация но этой маловероятно и все же чтобы этого не было я строю флот во-первых как минимум для разведки а во-вторых может быть чтобы отбиться или самому напасть и конечно же дикообразы чтобы авиация мне не особо мешало на карте есть три вида флагов ну назовем их так ресурсы юниты и стратегические флаги первые это самые простые флаг вот вот это да он дает каждое определенное количество времени по контейнеру конечно такой флаг в начале очень желательно захватить это приятно тем что если если союзник надо допустим те же юниты они не всегда могут быть использованы так и делать допустим у противника есть обороны как бы все а вот если у вас побольше ресурсов будет то естественно вам будет комфортнее более эффективно их вложить наш оппонент строит крепости кстати прокаченные крепости очень хорошая мысль и я считаю что именно так и надо делать на конфе строить почти сразу крепость и удерживать ими флаги так как выбить крепость без броненосца будет сложно а уже сами флаги дадут вам армия которая будет поддерживать данные крепости так вот второй флаг имеет делится на три подтипа первый это флаги которые дают юниты или который влияет на производство юнитов и так первый флаг видно кстати здесь уже зеленые штурмовики есть поэтому меня есть вышка но только одна принципе больше не надо вот данные первый по тип просто дает юниты то есть под ваш контроль юнит и вы можете их использовать как хотите мест на что будет очень быстро забиваться кого особенности второго уровня штаба поэтому надо почти сразу идти в третий уровень штаба но обязательно пару броненосцев стрелки первые пару минут и дикобраз надо производить чтобы иметь защиту от нежелательного нежелательной агрессии противника допустим захочет продавить вашу базу или авиацию выйдет ну надо бы иметь второй флаг 2 подтипа флага вот видно что ресурсы добавляются это флаг который дает юниты но они не под вашим контролем вот например у нашего оппонента такой флаг находится возле его базы и он дает ему союзника зеленого который сразу же идет в атаку вас есть два варианта либо оставить союзника мешать вашему оппоненту либо так надо выбить конечно все это если огнеметчики крепость но не самая приятная армия ходим конечно же следующий штаб как раз у нас забиты кого аккуратненько все это сделали вот следующий вид это юниты которые не подкрой не подконтрольного либо вы помогаете союзнику либо нет в любом случае они всегда будут сразу же идти к вашему противнику и третий вид флагов которые влияют на юниты под тип это флаг который не позволяет другим флагам давать оппоненту юниты все сразу аннигилирует все это поэтому я предлагаю вам так вот же и молота до заказ не очень хорошо поэтому я в первую очередь предлагаю ну как можно быстрее захватить флаги чтобы набрать какие-то юниты банально для защиты этих флагов да а дальше если вы потеряете флаги то вы должны захватить именно тот флаг который будет аннигилировать эффект других флагов тем образом имея два флага вы будете иметь преимущество над оппонентом захват трех других флагов как бы ничего не даст противнику и третий вид флагов эти тип флаги которые дают контроль карты либо это открывает временами большие зоны карт это очень классная вещь либо они дают командные очки ну видно что подобном турнире и командные очки ну теряются мгновенно пытаемся хоть какой-то микроконтроль делать там пару пехот пехот пехотинцев надо конечно дать на разрезание противнику чтобы замедлить продвижение сами же мы наоборот продвигаемся всей армии более ну кучкуемся скажем так даже аллигатор готовлю отличные и я продвигаюсь поближе к своему флагу пехоту в атаку технику вне движения так ручную пару единиц техники надо отправить вперед буст даже без бустах правильно а пехи просто бегут вперед но они не должны бежать вперед они должны сражаться спереди но не получилось ну и так же я сражаюсь под своим флагом в зоне действия бонуса плюс 5 единиц к атаке всем юнитам то есть стараюсь все это делать хорошо ну и вот этот флаг в центре он аннигилирует ну по крайней мере должен аннигилировать производство которое есть на карте так из 20 юнитов я потерял половину осталось только 10 но хотя бы техника он не выжила то есть заказ есть уже три завода вот и не особо я парюсь с производством сейчас пехоты потому что она как бы не очень нужно хотя бы сейчас решил добавить ее чтобы идти в контрнаступление так понятно а к 1 и также берем в отдельный отряд чтобы забрать флаг может быть получится так группируемся вперед должны отправить пехоту которая будет быть молотой там антипехоты нет поэтому стрелки вполне неплохо справляют с молотами так и читаем дальше что дает следующий флаг уже зевсы идут отлично противника уже зевс подготовлен мне кажется чем выше уровень тем быстрее дают тяжелую технику на малом ранге конечно сначала будут давать а молот и крепости и только после как видите где-то на 10 минуте только сейчас будут давать такие более тяжелые юниты но здесь кстати уже не обязательно захватывать флаг который находится внизу скорее надо захватить флаг который находится сверху или даже выбить завод у нас как бы фуково видно что уже 86 забито все и будем уже не обращать внимание на удержание флагов так как у нас уже скопилась такая армия мы выжили из флага все что можно всю эту армию будем двигать вперед только одного пехотинца ставим так из вредности ради чтобы ну чтобы просто взять этот флаг так здесь я даже решил поставить две пушки ну мало ли может там три крепости пойдут сзади так чисто от вредности и все на этом заканчивается наша атака она будет победный потому что противник все-таки не построил достаточно хорошую экономику вместо того чтобы перейти на молот и он продолжил строить крепости ну и собственно говоря отстал от нас в развитии да я согласен что конечно противник более слабенький но это такие ошибки которые скорее всего будут делать все оппоненты вот но для этого турнира как мне кажется надо качать начальные юниты но к счастью я считаю что данный турник даст возможность на начальных рангах очень неплохо держать процент побед все в ваших руках ну что ж подписывайтесь пишите комментарии постараюсь вам ответить на вопросы вот и ждите новых видео